Современные мегаполисы называют общежитиями незнакомцев. Здесь у каждого свои ценности, интересы и образ жизни. Отсюда бесчисленные поводы для конфликтов. Личная территория – это место, где каждый сможет высказаться и добиться внимания. Переговоры мы покажем в формате ТВ-блога, без оценок и без прикрас. Закон о тишине в Москве запрещает проводить шумные работы с 19 часов вечера до 9 утра и еще в обед с 13 до 15. По воскресеньям и в праздничные дни покой граждан нельзя нарушать вовсе. Ну, если, конечно, речь не идет о новостройке. Но что делать, если соседи шумят в разрешенные часы, а терпеть этот грохот просто невыносимо? Разве это не нарушение личных границ? Этими вопросами задалась жительница многоэтажки в районе Марина. В таком состоянии я живу уже два месяца с этими звуками бесконечными. Я даже не знаю, к кому обратиться. К хозяевам этих квартир, которые здесь не живут. Почему соседи должны страдать от этого звука, я не понимаю. Ирина Ростовцева, бухгалтер на удаленке. Не может сосредоточиться на работе и отдохнуть после нее. У соседей по этажу не прекращается ремонт. От шумного перфоратора вибрирует стена и пол. Строители на просьбы о тишине не реагируют. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, говорите. Беспокуют шум от препарата. Чего перешиваете? Только что закончился такой же ремонт в 13-м этаж. Ну я понимаю. А что нам сделать, чтобы ремонт не продолжался? Не скажите. Ну, наверное, нельзя такой техникой выживать дома. А как нам сделать, вы скажите. Сейчас мы до трех не шумим, после трех не шумим. С девяти начинаем работать. В выходные дни мы не работаем. Роман прораб на этом объекте. Отчаяние соседки понимает, но поделать ничего не может. Квартиру надо срочно готовить к сдаче хозяевам. Мы не шумим. Как мы сейчас делаем, я не знаю. Зубами здесь не погрузилась. Согласны? Ну, включите свою адскую машинку. Мышом, гонерием ваш. Ну, это вот она, верит от этой машины. То есть, здесь ничего сложного нет. Это препарата, да. Он сам маленький, а небольшой. Разговор с прорабом проходил, как видите, достаточно мирно. Ирина сумела подавить свое возмущение, хотя уже давно была на взводе. И это неудивительно. Давно доказано, что акустическое раздражение имеет свойство накапливаться. Специалисты Мичиганского университета установили, что каждый дополнительный 5 децибелов могут вызвать повышенное кровяное давление и увеличивают риск гипертензии сразу на 14%. Одним словом, терпеть постоянный грохот попросту вредно. Ирина попросила юриста выступить в качестве переговорщика со строителями, чтобы хоть как-то себя защитить. – Ну как обращаться? – Русский царь. – Царь, чего вы, царь-то? Или король? – Давай не грубите. – Давай не грубить, не грублю. Вы же представились, царь, я хочу выяснить, чей вы царь, чей вы король. – Царь, царь. – Вы, пожалуйста, а вы, даты, не надо разговаривать. – Давайте на вы читайте. Вот. Понедельник, пять, с девяти до тринадцати. – Это что такое? Это документ? – Документ. – Это Филькина грамота. – Не надо мне мозг носить. – Ну где главное? – Что у нас хотите, я пойму? – Мы хотим, чтобы вы не работали в выходные дни. – Ну, а в 10-й в опусте 7 мы не работаем. Все, отчет начинается. Бригада ремонтирует квартиру в строго разрешенное для шумных работ время. А значит, соблюдает закон о тишине и не может быть привлечена к ответственности. Но помимо закона есть еще и личные границы. И чтобы их не нарушать, рабочим надо было заранее предупредить соседку, считает юрист. Договоритесь с соседями, поговорите, напишите объявление, что с 1 июня по 1 июля будут ремонтные работы. Мы приносим свои извинения. Если вас что-то не устраивает, обратитесь в первую квартиру, где будут проходить ремонтные работы. С соседями всегда надо договариваться. – Подскажите, а вот здесь кто-то живет, в этой квартире? – Честно, живет, но я не видел ни разу. – К вам претензий не было, да? – Не было. – Было, похоже, то есть мусора. Вы видите сами, пыль на тактах носится, протираем. – Да, да, да. Вы это все убираете? – Мы протираем тряпочки. – Да, вопросов нет. У юриста не было вопросов к рабочим до тех пор, пока Ирина не вызвала эксперта-эколога. Его выводы делают претензии женщины вполне обоснованными. Давайте произведем измерение непосредственно в момент ремонтных работ, которые у нас происходят за стенкой. Посмотрим, насколько уровень шума у нас в данной квартире имеет место быть. Ну, за время проведения измерения у нас уровень шума максимальный достигал 65,9 дБ, то есть почти 66 дБ. По идее, по санитарному правилу, не нормам, уровень шума в дневное время должен не превышать по максимальному уровню шума 55 дБ, по эквивалентному внушему 40 дБ соответственно. Мы видим нарушение, но это нарушение уже, грубо говоря, конституционных прав человека на свободное право проживания в своем жилище. Я против ремонтов вообще категорически всех, которые происходят в жилых домах в таком виде. Против этого перфоратора, который стучит в стену по голове всем соседям вокруг. Я категорически против этого. Наверное, нужно искать другие инструменты или другие возможности ремонта. Но не этот зверский период, который сейчас происходит. Так невозможно, так нельзя это делать. Человек может привыкнуть к шуму, но только не перфоратора. Почему? Объяснил эксперт. Здесь важный момент, что человек реагирует не на постоянный раздражитель, а на изменение этого стимула, на изменение раздражителя. То есть звуков нет, потом звуки появились, потом снова исчезли. Нервная система человека устраивает таким образом, что реагирует на импульсы, на стимулы. Когда вы живете в центре умного города, и вы через некоторое время привыкаете просто к шумам, которые вас окружают, к статичным шумам можно привыкнуть. К тем, которые появляются периодично, привыкнуть практически невозможно. Как вариант, вы можете использовать некую музыкальную композицию, которая вам нравится, или некий плейлист, который вам нравится. Это не решает полностью задачу по сокращению уровня шума. Это скорее носит некий эффект маскирующий. То есть вы перекрываете другими звуками, другой музыкой раздражающего шума. Очень важный момент. Законы о тишине не распространяются на некоторые действия. Плач, звук текущей воды, шагов, звуки, связанные с религиозными мероприятиями, это все исключение из правил. Но и они часто досаждают людям. Вот как быть в таких случаях? Об этом спросим у конфликтолога. Здравствуйте. Здравствуйте, Алиса. Скажите, какие есть инструменты, чтобы заставить человека не шуметь, если при этом он не нарушает закон? Вот как на него влиять? Самый главный инструмент – это грамотное выстраивание диалога. Грамотное выстраивание диалога подразумевает всякое освобождение от негативных эмоций. И когда мы хотим своего соседа уговорить или же подействовать на него как-то позитивным образом, чтобы он соблюдал наши права, это, безусловно, наши права, первое и главное – следует выключить всякие отрицательные эмоции. А какие ошибки вы бы назвали типичными? Как себя ввести не стоит человеку, который пытается добиться тишины? Чаще всего мы пытаемся донести до обидчика его плохое поведение, фактически его зеркаля. Но давайте всё-таки будем разумными, потому что в некоторых случаях человек даже не подозревает, что он нам мешает. Понятно, что когда многочисленные просьбы не удовлетворены, это другая история. Но, как правило, бывает так, что мы начинаем, что, если сказать на сленге, начинаем исключительно с наезда. Вот, по сути, все конфликты, которые существуют между людьми, они существуют ровно по той простой причине, что мы начинаем качать права вместо того, чтобы сообщать аргументированно те неудобства, которые нам наносит наш сосед. Спасибо. Когда наша программа уже готовилась к эфиру, мы узнали, что конфликт соседки и прораба исчерпан. Рабочие просто закончили ремонт и переехали на новый объект. Не исключено, что теперь головной боли прибавится уже другим горожанам. Но и они отныне знают, как действовать. Друзья, на этом все. Очередной выпуск «Личные территории» вы найдете на сайте канала и его страничках в соцсетях. Пишите там свои комментарии, присылайте нам свои истории. Ну, а я всех обнимаю. Пока.